всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель бетти редис дополняя какими-то данными из википедии из интернет гера в иных культурах юнона охранительница госпожа в древней греческой мифологии богини покровительница брака охраняющий мать во время родов одна из 12 олимпийских божеств верховная богиня сестра и жена зевса согласно мифам гера отличается властностью жестокостью и ревнивым нравом римский аналог геры богиня юнона главные атрибуты этой богини покрывала диадема павлин и кукушка гера третья дочь титана кроноса и титаниды ей сестра и жена зевса сестра деметра гейсти аида и посейдона вместе с остальными детьми кроноса была проглочена своим отцом а заодно благодаря хитрости метиды и зевса была им извергнута обратно супруга зевса своего брата третья после метиды и фемиды здесь полюбил геру когда она была девушкой и превратился в кукушку которую она поймала брак зевса и геры оставался тайным 300 лет гера родила мужу гебу в альтернативной версии гера забеременел гебы без участия зевса съев листья латука и и лифию и ариса от прикосновения к земле породила чудовище тифона в основной версии его матери булагия по легенде увидев слабого и уродливого младенца гефеста гера в гневе сбросила его с олимпа но гефест выжил и впоследствии отомстил матери также среди детей геры называют ангел она была отдана на воспитание нимфу в зрелом возрасте ангела украла у матери специальную мазь гера разозлилась и захотела наказать дочь то испугалась убежала начали она спряталась в доме роженицы а затем покойника хотя гера и простила ангелу кобиры то боги имевшие силу избавлять от бед и опасности успели окунуть ее в реку подземного царства ахерон после этого омовения ангела стала принадлежать аиду и получила эпитет катактоний посвященный подземного царства гера самая могущественная из богинь олимпа но и она подчиняется своему мужу зевсу часто она вызывает у мужа гнев в основном своей ревностью сюжеты многих древнегреческих мифов строится вокруг бедствий которые гера насылает на любовниц зевса и на их детей учимой ревностью гера запретила земной тверде давать лето место для родов погубила семиелу мать диониса от зевса царица ламия была превращена ею в чудовище в реакциях мифа получивший среди прочего литературную обработку метаморфоза хавидия горная нимфа эхо было лишено герой возможности нормально разговаривать когда верховная богиня пыталась застегнуть своему же зевса во время измены мешалось эхо своей речью она отвлекла геру тем самым помогая подругам нимфом избежать кары какой-то момент гере это надоело и она лишила эхо возможности вести беседу оставив лишь способность повторять чужие слова гера кормила своим молоком гермеса не зная кто это а затем оттолкнула из молока возник млечный путь по другой версии кормила младенцев геракла в одной из версий мифа о калиста гера узнав об измене зевса превратила калиста в медведицу а затем подговорила богиню охоты артемиду застрелить ее из лука с герой связан миф о рождении геракла наслала на него змей который младенец удушил усыпила зевса и напустила бурю на геракла отбросившую его косу за что зевс привязал ее к небу и подвесила небесах на золотой веревке к ногам были привязаны на ковальне цепь который надел зевс на геру для ее усмирения показывали в трое гера была ранена гераклом под пилосадом после того как геракл обрел бессмертия гера примирилась с героем верховная богиня усыновила геракла и дала его в жены свою дочь гиеву участвовал в суде париса где проиграла поэтому в троянской войне и выступала на стороне ахейцев каждый год гера купалась в источники канав у города навпли и становилась вновь девой гера помогала ясона во время похода органавт говорила иола наслать ветер на одиссея наслала на тересия слепоту наслала безумие на дочерей пройта за их похвальбу гере поклонялись как защитницы женщин хранительницы брака и материнства ее помощь во время родов древнейшая функция геры храмы в честь геры назывались герои он и обязательно атрибут диадема как символ того что она главная из богинь посвященным ей животным является павлин пара павлинов везет ее колесницу она может надевать пояс венеры одолженный у богини который делает ее неотразимой в античности ей придавали еще два атрибута гранат множество зерен которого символизирует плодородие и скипетр венченной кукушкой эмблема брака не оправдавшего надежд кукушка также была ее священной птицы сценах любовных покаждений зевса она может изображаться подглядывающей ну вот так вкратце о гере древнегреческой мифологии богини покровительница брака охраняющая мать во время родов сестра и жена зевса пока пока до свидания